Музыка 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 ПЕСНЯ 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 коллективу Казанского федерального университета за помощь в проведении и организации державинских чтений. За прошедшие 15 лет державинские чтения выросли в международную конференцию, объединяющую известных ученых России и зарубежных стран, представителей органов государственной власти, практических работников и студенческое сообщество. Нынешние чтения имеют особое звучание и значимость для формирования мировоззренческой культуры юриста. Все мы знаем, что профессиональная деятельность юриста подчинена благородной и почетной цели служению Отечеству, закону и справедливости. Именно в этом виден смысл профессиональной деятельности Гавриила Романовича Державинова, первого министра юстиции России, выдающегося государственного деятеля и замечательного поэта. Для многих поколений юристов, как стоявших у истока зарождавшейся системы органов и учреждений юстиции, так и продолжающих ныне развивать отечественные социокультурные, нравственные и правовые традиции, являлись и по-прежнему являются слова Гавриила Романовича Державина, обращенные к людям, облеченным властью. Ваш долг есть сохранять законы, на лица сильных не взирать, без помощи, без обороны сироты вдов не оставлять. Ваш долг спасти от бед невинных, несчастным подавать покров, от сильных защищать бессильных, исторгнуть бедных из оков. Проводимые сегодня на прекрасной и гостеприимной казанской земле чтения, традиционно связанные с именем и профессиональной деятельностью поэтическим творчеством Гавриила Романовича Державина. И в этом смысле наша конференция во многом носит личностный характер, поскольку в течение последних пяти лет, то есть с момента проведения чтений на родине Гавриила Романовича Державина и молодые исследователи, и крупные отечественные, и зарубежные ученые, участники конференции, неоднократно обращались к результатам политической, государственной и просветительской деятельности Гавриила Романовича Державина, черпая в них идеи, позволяющие улучшать качество современной правовой жизни, повышать правовую культуру и правосознание граждан, преодолевать правовой нигилизм. Не являются исключением и нынешние чтения, в которых сквозь призму государственно-правового наследия Гавриила Романовича Державина, а также социокультурных и нравственных традиций России, сформировавшихся в том числе и под влиянием его поэтики, будут рассмотрены актуальные вопросы, стоящие перед юридической наукой и практикой. Государство и общество остро нуждаются в научном обосновании сложных современных политико-правовых, социально-экономических и нравственно-этических явлений, прогнозировании общественного, государственного и правового развития страны с одновременным сохранением всего ценного и лучшего, накопленного предыдущими поколениями государственных, общественных деятелей и ученых. Глобальные трансформации современной цивилизации побуждают вновь обратиться к основным социокультурным факторам, сформировавшим характерные особенности российского общества, его философию и культуру. Особенно важными для правовой системы страны сегодня являются проблемы эффективного взаимодействия, теории и практики при решении ключевых вопросов правоприменения, правопонимания, правотворчества, укрепления нравственно-этических основ общества, преодоления правового нигилизма, юридической безграмотности и незащищенности граждан, формирования эффективной правовой основы борьбы с коррупцией, терроризмом и экстремизмом. Жизнь показывает, что процессы социально-экономических преобразований требуют поиска новых, более совершенных механизмов правового регулирования общественных отношений, более эффективных способов защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства как внутри страны, так и на международной арене. Работа конференции будет осуществляться по 12 круглым столам, в рамках которых будут рассмотрены вопросы применения источников права в условиях не всегда простых государственно-конфессиональных отношений в стране, конституционного обеспечения развития гражданского общества и международных интеграционных процессов, правового регулирования общественных отношений в условиях цифровизации, реформы системы государственного контроля и надзора, судебной реформы и модернизации цивилистического процесса, стратегии уголовной политики России на современном этапе, правового противодействия этно-религиозному и криминальному сектанству, современные проблемы развития правовых механизмов регулирования отношений в сфере медицины, правового регулирования деятельности образовательных организаций и осуществления государственного надзора в сфере образования. Кроме того, в рамках конференции пройдет дискуссионная трибуна по вопросам правового статуса самозанятых граждан. Актуальность этой проблемы связана с тем, что самозанятость в настоящее время является перспективной формой самоорганизации работников в условиях инновационного общества. Уверена, что на конференции состоится заинтересованный, по сути, и глубокий по научному содержанию обмен мнениями по этим, а также по большому спектру других теоретических и практических проблем. Опираясь на прочный мировоззренческий потенциал творчества Гавриила Романовича Державина, а также теоретический фундамент, воздвигнутый видными учеными-юристами, позволит ученым, прежде всего молодым исследователям, заглянуть в будущее отечественной науки и образования, по-новому осмыслить стоящие перед нами современные вопросы, даст импульс для последующих творческих поисков. Дорогие друзья, мы рады приветствовать на державских чтениях наших иностранных коллег. Международное сотрудничество конференции расширяется год от года. Это весьма важно, учитывая происходящие процессы глобализации, формирование единого экономического пространства, что в свою очередь требует проведения сравнительно правовых исследований, учета зарубежного опыта правового регулирования общественных отношений. Мы также рады приветствовать и выражаем благодарность за участие в нашей конференции митрополита Казанского и Татарстанского Феофана, заместителя Муфтия Республики Татарстан по взаимодействию с официальными органами Ильфара Хазрата Хасанова, председателя Комитета по природным ресурсам собственности собственности и земельным отношениям Государственной Думы Николая Петровича Николаева, Надежду Михайловну Бестужеву Грегоре, родственницу Гавриила Романовича Державина, видных ученых правоведов и филологов, ведущих образовательных и научных учреждений. Уважаемые коллеги, я желаю нашей конференции успешной и плодотворной работы. Благодарю всех за внимание. Спасибо большое. А сейчас мне хотелось бы предоставить слово председателю Государственного Совета Республики Татарстан Фариду Хайруловичу Мухаммедшину. Пожалуйста, Фарид Хайрулович. Благодарю вас. Я хочу поблагодарить вас с начала организации подобных конференций. И я искренне и от себя лично, Ольга Ивановна, вас хочу поблагодарить как инициатора, поддержавшего проведение этих конференций в нашей республике, и наших гостей, Николая Николаевича, представителей наших конфессий, ученых и российских, и зарубежных студентов, которые проявляют интерес к этой тематике. И хочу пожелать успешной работы и в этом году на этой конференции. Державенские чтения – крупнейший по своим масштабам научный форум, прежде всего, на который съезжаются видные ученые и представители органов государственной власти из России и ряда стран государств мира. В стране в целом, в Татарстане в частности, в проведении подобных форумов заинтересованы многие министерства и ведомства, общество в целом. Поэтому сегодня среди участников и ученые, и студенты, представители Министерства образования и науки, Министерства юстиции и многие другие заинтересованные лица. За 15 лет существования в мероприятиях приняли участие более трех тысяч научно-педагогических работников, аспирантов, практикующих юристов, студентов, как я сказал, вузов Российской Федерации и другие участники. Начиная с 2015 года, стал доброй традицией проводить форум совместно с Всероссийским Государственным университетом юстиции в стенах старейшего в стране Казанского федерального университета. И это решение, на мой взгляд, вполне закономерно. Казань, город, который Гавриил Романович, выдающийся русский поэт и государственный деятель, считал своей малой родиной, он родился, как вам известно, в селе Сокуры под Казани. Как государственный деятель, он относился к числу тех чиновников, которые успешно служили не лицам, а России в целом. Порой деятельность Державина, его принципиальность, неизменно вызывали недовольство его со стороны представителей власти разных уровней. Однако все это объяснялось одним – служить закону, быть справедливым и горячим желанием принести пользу родному Отечеству. Устремления великого правдолюба и сегодня не потеряли своей ценности и актуальности. Защита прав и свобод граждан, справедливость, нравственность, независимость и объективность суда являются гарантом любого демократического государства и требуют постоянной защиты и совершенствования как со стороны органов государственной власти, так и институтов гражданского общества. Поэтому тема форума «Социокультурные и нравственные традиции России» как основа развития права и юридического образования XXI века как никогда востребована и актуальна. В жизни любого государства заметную роль играют процессы укрепления межэтнического, межконфессионального взаимодействия. В связи с этим руководство республики уделяет этим вопросам особое внимание. Для этого есть и обоснованные аргументы и причины. Современный Татарстан – регион высокой культуры межнационального общения, крепких, проверенных временем традиций, взаимоотношений и уважений между различными этносами и религиозными конфессиями. На нашей земле живут и трудятся представители 173 национальностей и народностей. Суть проводимой политики – представление равных прав и возможностей для сохранения традиций, развития культуры, изучения родного языка представителями всех наций и народностей. Дорогие друзья, Программа державинских чтений традиционно обширна. И, как сказала Ольга Ивановна, нам приятно, что год от года количество заинтересованно участвующих представителей разных регионов растет и идут дискуссии на площадках круглых столов, на различных иных площадках. И это для нас представляется крайне важным. Сегодня нам предстоит обсудить важные научные проблемы, обменяться накопленным опытом, дать профессиональные и экспертные оценки тех возможностей, которые открываются для дальнейшего развития и совершенствования российского законодательства. Темы важны, они порой в обществе дискуссионны, это естественно. У Татарстана есть свой взгляд и некоторый опыт по многим из них. К примеру, усилиями депутатского корпуса парламента республики неоднократно становились пилотными регионами по опробированию федеральных законодательных инициатив. И в сегодняшней повестке этой конференции там есть вопросы, связанные и законотворчеством, связанные с тем, что Татарстан реализует пилотный проект федеральный вместе с рядом субъектов Российской Федерации по самозанятым, по другим новым формациям, которые реализуются в целом в Российской Федерации. В частности, поведение налога на профессиональный доход. Это дискуссионная тема, но у нас есть некоторые наработки и количество самозанятых, которых выводят из тени налогообложения. В России уже достигло 35 тысяч. Ольга Ивановна, и растет. С 19-го года закон упростил легализацию доходов граждан, которые работают на себя, вывел их из тени и создал более комфортные условия. Я это говорю, потому что оттеняю как бы, потому что в повестке дня на одном из круглых столов эта тема есть. И думаю, что мы откроем там дискуссию очень интересную и свои наработки проверим вместе с предложениями коллег из различных регионов нашей страны. Мы делаем мониторинг, исследуем все эти процессы, которые по ряду федеральных законов, поддержанные нашим парламентом Республики Татарстан, внедряем в нашу жизнь. И мы готовы тоже выйти из законодательной инициативы по ряду из них, в том числе и поделиться с коллегами на подобных конференциях, научных обсуждениях, которые начинают, уже вернее вчера начали свою работу в Татарстане, в Казани. Нередко, я не первый раз присутствую на державенских чтениях, могу уверенно сказать, что те резолюции, рекомендации, которые рассматривались и принимались на подобных конференциях в державенских чтениях, они способствовали совершенствованию принимаемых нормативно-правовых актов. Поэтому ваше деятельное участие нас, законодателей, региональных, очень и очень важно. Ну а Николай Николаевич представляет здесь Государственную Думу Российской Федерации, я думаю, интерес к этому тоже проявляет немалый. В завершение хочу поблагодарить вас, уважаемая Ольга Ивановна, за поддержку и представленную возможность широко обсуждать в Казани заявленные в повестке вопросы, участвовать в определении новых подходов в изучении и формировании права. Также хочу выразить признательно всем организаторам сегодняшней конференции. Убежден, что результаты этой конструктивной работы в самом ближайшем будущем воплотятся не только в новых научных трудах, ученых, практиков, но и помогут в решении задач отечественного права и юриспруденции. Как верно отмечал Гавриил Романович Державин, хорошие законы могут исправить заблуждение в душе. Думаю, его происхищенство Владыка Феофан согласится с этим тезисом, ибо душой занимается и светская власть, душой занимаются и конфессии наши, и ислам, и православие. И тогда еще эти мудрые слова высказал наш коллега, теперь уже наша гордость, Гавриил Романович Державин, земляк Татарстана. Хочу поблагодарить вас за участие, пожелать плодотворной работы, новых друзей, ярких впечатлений от гостеприимства в нашей республике. Посмотрите, пожалуйста, для гостей больше это говорю, представителей иностранных государств, Татарстан тот субъект, которому оказывают доверие проведение многих масштабных мероприятий в стране, такие как чемпионаты мира, чемпионаты Европы, вот только что завершили, здесь присутствует вице-премьер нашего правительства, министр образования и науки, чемпионат мира WorldSkills, который собрал более 60 представителей стран и очень на высоком организационном уровне это было проведено. Еще раз доброго здоровья, новых успехов и успешного проведения этой конференции. Спасибо. За активное участие в организации проведения в Республике Татарстан Международной научно-практической конференции Державинские чтения благодарность президента Республики Татарстан объявлена Александровой Ольге Ивановне, ректору Всероссийского государственного университета юстиции. Благодарности Кабинета министров Республики Татарстан объявлены Гурьеву Дмитрию Владимировичу, первому проректору Всероссийского государственного университета юстиции. Ецеленко Борису Викторовичу, проректору по учебной работе Всероссийского государственного университета юстиции. Уважаемые коллеги, я хотела бы предоставить слово для приветствия Надежде Михайловне Бестужевой Грегоре. Пожалуйста. Надежде Михайловне. Бонжур, уважаемые участники конференции. Я приехала из Франции, где я родилась, но мои корни в Казани по материнской линии. Моя мать Александра Иосифовна, урожденная Панаева. Уже в XVIII веке мой прапрапрапрапрадед Иван Иванович Панаев имел поместье в Казанской губернии, где он проживал с семьей. Не так давно я узнала, что я имею честь быть в родстве с Гаврилом Романовичем Державиным, так как жена Ивана Ивановича Панаева, Надежда Васильева, урожденная Страхова, моя прапрапрапрабабушка, приходила с Гаврилей Романовичем двоюродной, извините, племянницей. У меня теперь есть больше времени заниматься моими увлечениями «Россия, Казань и Державин». Конечно, с примесью французской изюминки. Мне всегда очень приятно быть в Казани, и я хочу выразить всю мою благодарность за то, что была приглашена на международную конференцию «Державинские чтения» и что я смогу выступить со скромным франко-русским докладом. Это моя четвертая поездка в Татарстан, и я успела повидать много интересного. Но самое главное – это что у меня теперь есть здесь настоящие друзья. Желаю всем присутствующим приятного пребывания и плодотворную работу. Спасибо большое. Слово для приветствия предоставляется митрополиту Казанскому и Татарстанскому Феофану. Пожалуйста, Владыка Феофан. Многоуважаемая Ольга Ивановна, досточтимое высокое собрание собрат наш представитель Камиле Хазрата, дорогие друзья. Вы знаете, если честно сказать, были некие обстоятельства, которые могли бы помешать принять участие в этом замечательном форуме. Но как часто зависит от нашего желания, от нашей воли и от нашей твердости. И я решил, что негоже некие личные препятствия ложить на алтарь возможности пообщаться на столь замечательном форуме вместе с вами. Я выражаю глубокую благодарность Ольге Ивановне вам за приглашение, за те большие усилия, которые вы прилагаете для проведения державинских чтений. И скажу прямо, вы стали душой и мотором, что не так всегда бывает просто. И вот эта ваша инициатива переродилась не просто в форум, но форум, который набирает нет ни обороты, а значение и влияние в научной среде области юриспуденции, поэзии, истории, культуры, все, что связано с многогранным державином. Отрадно видеть, что нравственные традиции наших народов становятся в центре внимания не только в наших религиозных храмах, но к ним снова обращаются и в храмах науки, что мы видим и сегодня. Письменное наследие великого державина, нашего земляка, являет нам пример не только прекрасного стихотворного слога и благозвучной поэзии, но и образец жизни, служения Родине, любви к ней и к своему делу. Много мыслей у него о правосудии, его источниках и задачах, часто право и юриспруденцию пытаются противопоставить религиозности и богословию. Примеры жизни и творчества Гавриила Романовича державина опровергают это. Глубокая вера не мешала ему строить блестящую карьеру государственного служащего. А я хочу сказать, что времена, в которые жил Гаврила Романович, это были тоже идеи свободы, либерального движения и, если хотите, некого атеистического напора напора. И Гавриила Романович совершенно по-иному смотрел на все этого. Одним из леймотивов его является мысль о том, что без веры и внутреннего нравственного стержня никакой закон не удержит человека от преступления. Вот он что говорит. «Что было с родом человеков, когда б тебя не ведал он, говорит о Боге тебя, когда бы совести не знали всех неумытного судьи, давно б зверями люди стали». Божественное происхождение истины и правосудия отнюдь не принижает значение юриспруденции, законов, правовых систем и теории их происхождения ровно наоборот. Имея своим источником высшие идеи и ценности, которые не может обеспечить ни одно человеческое общество, ни один даже самый сильный и талантливый руководитель, правосудие получает свою силу, обретает поистинно неотвратимый характер. Порой так складывается обстоятельство, что в земных условиях возмездия и наказания оказываются либо невозможными, либо долгое время откладываются. Здесь стоило бы разувериться в осуществовании всякого правосудия, однако по мысли Державина именно нравственные традиции не дают этого сделать. О, верно, так, а если б злые и добрые всеравную часть могли б награду принимать и всех земное заключало их недра в равну вечную тьму, ах, что бы человек мешало тогда злодейству твоему, гра, прозоряя, режь, став, правдивость в ничто, и совесть, и стыдливость, ты можешь все, вся тварь твоя, нет, стой, есть Бог, есть Содержитель, живых и мертвых есть Судья, есть наших тайных дел велитель. Возможно, некоторые скептически настроенные умы сейчас думают, вот снова нам говорят лишь о небесном возмездии, снова все пытаются объяснить Божьей волей и его промыслом, такие категории нельзя применять в правосудии и в юриспруденции. Сам Гавриил Романович опровергает такие утверждения, он смело говорит о том, что вера, истина и высшая правда, которым следует многие поколения наших предков, является неотъемлемой счастью правосудия, без которой долго не устоит никакое государство, никакая правовая система. Пускай придерзкий мрак асин кощунствует своей гордыне, что правда, слабость властелиня, что руль правлений ум один, что златом тверды царства грады, но ах, сих правил четен блеск, империи рушатся без правды. Это ода надежды на Бога. Безнравственный человек, который компрометирует себя дурными поступками, является слабой личностью, им полностью владеет грех, он делает с ним все, что захочет. Окружение это чувствует и начинает им манипулировать и шантажировать. Такой человек не способен вершить истинное правосудие, судить по закону, творить дела правды, следование заповедям, которые даны в нравственном законе человеку от Бога, охраняет человек от этого. Каждое слово имеет существенный вес. Каждое дело наполнено смыслом. Видимо, в этом исполнении высшей правды человек обретает истинное счастье, о чем опять же говорит Державин. Хвала Всевышнему Владыке, великость он явил свою, вельмож меня поставил в лике, да чудеса его пою, пришли, пришли те дни святые, да правый суд я покажу, колеблемы столпы земные, законом Божьим утвержу. Но Бог есть судья единый, владыка и правитель всех, а сих возводит на вершины, а понижает долу тех. Правый закон – это, безусловно, ценнейший дар, благодаря которому абсолютно разные люди оказываются способными объединяться в общество и строить государство. Закон творчества – это настоящее искусство. Подчинение ему должно быть актом свободного воли изъявления людей. Согласно православному вероучению, способность человека творить и его свобода – это один из проявлений образа божественного в людях. Святейший патриарх Кирилл как-то сказал, если бы закон не обуславливался нравственностью, то мы жили бы в страшной системе межчеловеческих отношений. Закон признается справедливым или несправедливым. только тогда, когда он отвечает нравственному чувству людей. И тот кризис, в том числе законодательный, который поражает сейчас некоторые страны, отрывающий закон от нравственности или поставляющий нравственность в зависимости от закона, когда граждан принуждают к тем или иным поступкам в силу закона, принятого вопреки нравственному чувству, это вызов всему цивилизованному человечеству. Дорогие друзья, наша страна уже получила опыт построения безрелигиозного общества, насаждаемая людьми сверху идеология, имеет под собой такую зыбкую основу, в виде мнения отдельных личностей, как показало время, не может обеспечить прочной основы государства. Поэтому социокультурные и нравственные традиции нашей страны и нашей республики должны стать настоящей основой развития права и юридического образования в 21 веке. Это подвержает, опять же, наш великий земляк. Да разумеет человек, что небо тем покров отрада, кто в правде свой проводит век. Кто в правде свой проводит век. я особенно хотел бы обратиться еще и еще раз к научной элите, вам, сидящим здесь, государственным деятелям и особенно к молодежи. Дорогие друзья, запомнить надо одно, что проблема современного цивилизованного выбора очень зависит от того, как мы будем нравственные нормы, которые даны Богом, которые опробированы тысячелетиями, которые были ориентированы в жизни людей, будем использовать в рамках закона. И самая опасная вещь, когда нравственное уродство и нравственное беззаконие, человек стремится возвести в рамках закона. В этом довольно большая опасность. Я не буду расшифровывать, наверное, всем понятно, когда еще раз повторяю, те нравственные идеалы, которые имеют просто природа человека и то, что говорит Дэймон, помните, совесть у человека. Да? Она нередко предостерегает нас о принятии законов, которые бы противоречили природе человека и данным Богом совестным нашим внутренним голосам. Спасибо! Рад видеть! И слава Богу, что мы вместе! Храни вас Бог! Спасибо большое, Владыка Феофан! Ваши слова, ваши выступления еще раз подтверждают, насколько актуальна тема наших сегодняшних державецких чтений. Спасибо вам большое! Слово для приветствия предоставляется советнику Муфтия по территории Мравилю Хазрату Зуфарову. Пожалуйста! Уважаемая Ольга Ивановна, уважаемый Рафис Тимарханович, уважаемый митрополит Феофан, уважаемые гости и участники Международно-научно-практического конференции Державенские чтения, разрешите передать вам привет и слова молитвы нашего достопочтимого Муфтия Республики Татарстан Камиля Хазрата Самигуллина. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Сегодня мы собрались в этом прекрасном зале, чтобы осмыслить наследие великого русского поэта и государственного деятеля, потомка татарских мурс и уроженца Казанской земли Гавриила Романовича Державина. Поэт с тюркскими корнями называл свои стихи татарскими песнями. Что позволяет нам сделать вывод, он явно был носителем именно тюркско-славянского самосознания. Гавриил Державин гордился своим происхождением и был одним из первых, кто вдохновился исламской темой. Задумался над сущностью евразийской цивилизации, в которой тесно и очень органично переплетены христианская и мусульманская культуры. Восточные мотивы русскую отечественную литературу золотой эпохи стали проникать именно с личностью Гавриила Державина. Его стихотворения в разведении часто содержали в себе религиозные мотивы, упоминая Бога. Всем закон природы зримой ясный может смертным доказать. Без Творца столь стройный мир прекрасный сей не может пребывать. Уважаемые гости и участники державицких чтений, желаю всем участникам и гостям мероприятия милости Севышнего Аллаха и облословения и благотворной работы на конференции. Ассаляму алейкум и рахмату Аллах и баракату Спасибо за внимание. Уважаемые коллеги, помните, сегодня утром я объявила наши державинские чтения открытыми. Помните? Беру свои слова обратно. Открытыми они смогут быть объявлены только в выступлении ректора Казанского Федерального Университета Ильшата Равкатовича Гафурова. Я с большим удовольствием предоставляю ему слово. Ильшат Равкатович, пожалуйста. Я хочу сказать, что я очень рад приветствовать вас в нашем университете. Традиционно уже в императорском зале, где мы вместе проводим с вами вот уже пятый год нашу конференцию чтения. В этом году конференция посвящена теме социальной и нравственной традиции России как основу развития права и юридического образования XXI века. И выбор этот далеко не случайный. Гавриил Державин всегда был человеком высокой нравственности, пристальной честности, несгибаемым борцом за идеи гражданственности, что в принципе нашло отражение практически от содержательной части тех выступлений, которые вы только что здесь услышали. он имел врожденную внутреннюю этику и умел отстаивать государственные интересы, при этом твердо придерживался именно, что идея государственности не должна подменять под себя человека, и закон должен быть не только справедливым, но и гуманным. Это очень актуально и сегодня. Вот обращаясь к личности Державина, к его литературным и юридическим изысканиям, и маститые наверное ученые и те молодые люди, которые принимают здесь участие, не просто размышляют о путях развития нашего государства, но и пытаются в его трудах отыскать ответы на многие вопросы актуальны и по сей день. Прежде всего это противодействие коррупции, высокая зарегулированность законодательства, деятельность контрольно-надзорных органов, несовершенства правовой системы. Можно продолжать очень много. И мы также задумываемся еще и над вопросами, куда мы идем и что до этого мы должны делать. О нравственности я думаю должны сегодня задумываться и представители наших крупного бизнеса, особенно в вопросах решения проблем экологии, здорового сбережения нашего населения. И ведь нужно помнить, что те многие проблемы, которые сегодня мы пытаемся решить, это накупленные проблемы предыдущих лет. И в основном они были проведены за счет тех индустриальных компаний, собственными которых сегодня представители крупного бизнеса и являются. Дорогие коллеги, я убежден, что сегодняшняя наша конференция будет способствовать осмыслению и развитию не только наследия выдающегося государственного деятеля Гавриила Державина, но и заставит нас задуматься над решением тех проблем, которые я только что коротко озвучил. Значит, для нас конечно же очень важно проведение этих конференций на нашей площадке, потому что по всех своих в том числе и литературных произведениях Гавриил Романович достаточно много раз упоминал и Казань, и то историческое прошлое, которое описывалось в его произведениях. А для нашего университета еще очень важно, что он являлся выпускником гимназии, на базе которого в общем-то был создан или основан наш Казанский федеральный уже сегодня университет, который в этом году будет отмечать свой 215-летний юбилей. Поэтому я вас всех приглашаю на наши юбилейные мероприятия, которые состоятся 24, 25, 26 ноября, а также будут продолжены в этом же зале еще и 2 декабря день рождения по сути, когда мы отмечаем день рождения одного из наших выдающихся математиков и ректоров нашего университета Николая Ивановича Лобачевского. Здесь же будут вручаться очередная, уже вторая, обновленная, как мы говорим, медаль и премия имени Николая Ивановича Лобачевского. На этом я бы хотел слово и образ для правления передать Ольге Ивановне вам, поскольку мы сейчас вместе с вами с министром, вице-премьером должны будем подписать соглашение о нашем сотрудничестве. Спасибо большое и всем вам хороших успехов. Ректор Всероссийского Государственного Университета Юстиции Ольга Ивановна Александрова, заместитель премьер-министра Республики Татарстан, министр образования и науки Республики Татарстан Рафис Тимриханович Бурганов и ректор Казанского Федерального Университета Ильша Травкатович Гафуров подписывают соглашение об установлении долгосрочных партнерских отношений путем проведения ежегодной международной научной практической конференции и державничьей чтения между Всероссийским Государственным Университетом Юстиции Министерством Образования и Науки Республики Татарстан и Казанским Федеральным Университетом Соглашение подписано 18 октября 2019 года в городе Казани Аплодисмент Для вручения почетных грамот приглашается заместитель премьер-министра Республики Татарстан, министр образования и науки Республики Татарстан, профессор Тимирханович Бурганов. Почетная грамота Министерства образования и науки Республики Татарстан за многолетний добросовестный труд и... За многолетний добросовестный труд и развитие науки и высшего образования в Республике Татарстан вручается ректору Казанского федерального университета Ильшат Равкадовичу Гафурову. Почетные грамоты за активное участие в организации проведения в Республике Татарстан Международной научно-практической конференции «Державинские чтения» вручаются декану юридического факультета КФУ Лилии Талгантни-Бакульной. Заместителю декана юридического факультета КФУ по научной деятельности Дамиру Хамитовичу Валееву. Ассистенту кафедры уголовного процесса и криминалистики юридического факультета КФУ Гузель Вильсуровне-Бургановой. Профессору кафедры русской и зарубежной литературы Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Алексею Николаевичу Пашкурову. Директору муниципального бюджетного учреждения культуры Музея Ловического края им. Державина Фариде Гафиуровне-Муртазиной. АПЛОДИСМЕНТЫ Нагрудный знак за заслуги в образовании вручается профессору кафедры русской и зарубежной литературы Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Альфея Фатовне-Галемулиной. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Уважаемые коллеги, на этом... Пленарное заседание объявляется закрытым, а держательские чтения открытыми.